шалом продолжение разговора о том что мне кажется несбалансированным в некоторых харизматических кругах нередко встречается противопоставление духа и разума и превозношение духа над разумом и то и другое стоит на определенном представлении о человеческой природе согласно этого представления человек состоит из трех основных элементов если перечислять их в иерархическом порядке то это дух душа и тело дух наивысший элемент потому что у рожденного свыше человека он как учат приверженцы этой теории находится в непосредственном контакте с богом постоянным душа следующий по важности элемент после духа она состоит тоже из трех элементов свою очередь из разума эмоций и воли и дальше тело низший элемент зрелый верующий должен своей волей подчинять тело делать то что его разум воспринял непосредственно от духа другими словами бог открывает себя и свою волю духу человека дух передает эту божественную информацию откровение водительство что угодно разуму а воля должна делать выбор в пользу этой информации и дальше подчинять себе тело таким образом чтобы тело слушалось бога то есть делала то что бог открыл человеческому дух и вот таким образом по этой теории мы получаем человека живущего по воле божьей то есть исполняющего волю божью практически разумеется это очень хорошо что вся идея направлена на то чтобы исполнять волю божью совершенно практическим образом то есть чтобы наше тело наши руки наши ноги другие органы нашего тела глаза язык чтобы все это было подчинено богу это надо сказать защиту всей этой теории однако давайте немножечко все-таки посмотрим на нее попытаемся посмотреть на нее а и оценить ее со стороны если разум эмоции и воля образует душу и душа по этой теории стоит ниже духа на ступень то конечно же понятно что уж где разуму до духа пусть сидит и помалкивает в тряпочку пока к нему из духа не поступит что-нибудь светлое и истинное божественное потому что вот без этой информации приходящий непосредственно с небес напрямую от бога в совершенно не искаженном виде разум может обрабатывать лист то что к нему поступает через наши органы чувств через глаза уши обоняние и так далее то есть от физического тела от низшей части человека разум он посредине к нему идет информация и от тела и если дух возрожден должна также к нему поступать божественной информации с небес с двух этажей с первого и с третьего он между ними на втором этаже разум в этой схеме вот такой человек трехэтажный дух душа и тело и конечно же при желании такую конструкцию можно обосновать писанием очень легко особенно если все это обоснование будет стоять на всего одном стихе а именно первое послание к фессалоникийцам главе 5 стих 23 который вы сейчас видите на экране вот а все остальное что писание говорит об устройстве человека подогнать вот под этот под эту схему под этот стих надо сказать что элемент истинные в этой схеме есть потому что органы чувств действительно показывает нам лишь часть реальности причем не самую важную писание говорит что видимое временно а невидимое то что органам чувств недоступна вечно но вопрос том как именно мы соприкасаемся с невидимым чем какой частью себя так сказать если человек может иметь непосредственный контакт с невидимым богом в своем духе то конечно же дух это важнейшая составляющая человека и конечно же его нужно всячески холить и лелеять но таком случае что же такое дух и как его лелеет наверняка библия должна содержать ясные представления ясные наставления по такому важному вопросу дух в этой схеме выглядит как некий духовный приемник как же настраивать спрашивается этот приемник на волну бога как улучшать качество нашей связи с ним как получать свой дух больше откровений и даров от бога и как получать их быстрее ведь мы же в конце концов живем то век информации больших скоростей гигабайт и терабайт и в секунду в долю секунды побольше то повкуснее да поинтереснее вот этого так культура в которой мы живем и за дня в день и естественно у нас будет возникать искушение мыслить о духовных вещах точно также мы мыслим обо всей стальной астана всей остальной информации в общем поэтому раскладу который я сейчас описал трехэтажному выходит что бог обращается общается простите с человеком помимо его разума первый контакт бога с человеком помимо человеческого разума бог обращая общается в первую очередь с духом человека библейский стих который на первый взгляд это подтверждает тоже при желании легко можно найти в первом послании коринфянам дух в этом стихе говорится заряжается так сказать молитвой на иных языках которых говорящий не понимает его разум остается без плода во время молитвы или пения на ином языке но давайте опять уточним это всего лишь один стих из всего писания однако все остальное писание говорит о том что бог обращается к человеку посредством разумной речи понятный человеку и даже в день пятидесятницы в самый что ни на есть пятидесятнический и самый что ни на есть харизматический день в истории тела мессии или церкви называйте как хотите бог обращался к еврейским паломникам в иерусалиме через 120 учеников и шо получивших крещение святым духом именно так на их родных языках непонятными эти языки были для говоривших но не для слушавших слушавшие слышали речь которую они были в состоянии восприняли и после того как они поняли разумом поняли слово бога который они слышали своими ушами следующий был важный шаг это выбор как относиться к этому слову что я хочу сказать я считаю что человеческий дух это не приемник божественных откровений загружаемых в нас с небесного сервера помимо разума бог вполне способен обратят обратиться напрямую к человеческому разуму и он делает это постоянно когда мы читаем библию когда мы слушаем его голос в молитве когда мы думаем о нем и о его воле основным приемником божественной информации является на мой взгляд именно ум человека вот почему все писание подчеркивает как важность пребывания в слове божьем в тексте который нам с вами по крайней мере понятен мы можем понять слова если уже не смысл всего текста по крайней мере отдельные слова по идее нам понятны подчеркивает как важность пребывания в слове божьем так и обновление ума если бы самое главное средство духовного роста была молитва на иных языках назидающий дух то молившийся больше всех павел не тратил бы время на написание своих посланий на международном языке того времени на греческом языке он просто направил всю свою молитву всю свою энергию простите на что на ходатайственные молитвы с воздыханиями и стенами на иных языках тем не менее две трети нового завета написал именно он не только величайший молитвенник но и один из образованнейших людей и блестящих умов своего времени что же в таком случае представляет собой дух по писанию дух это синоним термина сердце разница между ними в том что если слово сердце указывает на центральное расположение духа в общей системе жизни человека а само слово дух обозначает природу родственную в этом отношении природе самого бога который есть дух с большой буквы еще один термин равнозначный сердцу и духу по смыслу это воля сердце дух воли вы просто можете посмотреть текст описания и увидите что эти слова писаний практически взаимозаменяемый но почему же я залез вообще во все эти дебри потому что если дух как утверждают иногда стоит над умом и волей то главное в духовной жизни это мистика совершенно недоступная разуму чем непонятнее абсурдии тем духовнее тем угоднее богу а все что понятно все что можно связать в общую картину и осмыслить а это все человеческое и плотское младенческое кроме как мракобесиям я этот взгляд на жизнь никак не могу назвать ведь если не важны по большому счету не воля не ум или если они второстепенные то не нужно не читать не думать не говорит связанные какие-то вразумительные вещи чеши себе на языках радуйся что дух твой назидается получая столкование откровение пророчество смотри свысока на всех этих несчастных которые еще не получили дары духа да сохранит нас с вами господь от этого спасибо шалом мессианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о мессианстве и шо а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w.oasis defis media.tv мессианство мительно Субтитры создавал DimaTorzok